При этом, еще раз повторю, только первое чтение. Значит, что тут можно делать? Можно добиваться того, чтобы к второму чтению слово «не зарегистрированное» оттуда вычеркнули. Это, в принципе, вполне возможно. Насколько я понимаю, Ньют Фидермессер этим озаботился. А ее, нынче, все боятся, потому что ее по телевизору с Путиным показывают. Эффект не прошел еще. Нужно использовать любые рычаги, даже самые фантастические. Значит, тут просто обращаем внимание на то, что возможность такая есть. Значит, хочу сказать вот что следующее. Происходит такая штука довольно регулярно. Дальше кто-нибудь из людей, из благотворительных фондов пишет пост в социальных сетях. Типа, боже мой, что же за безобразие, вы опять хотите заводить уголовные дела на несчастных мам. Дальше они имеют там 600 перепостов и тысячи комментариев и много разных дневных лайков. Это хорошо. Это тоже все оказывает влияние. Но мне всегда хочется попросить вот тех людей, которые там лайкают и пишут, и комментируют, и возмущаются, сделать еще одну вещь одновременно. Значит, не буду вас сейчас просить выходить на одиночные пикеты. Хотя, если вы хотите выйти на одиночные пикеты, это здорово. Но просить не буду. Или даже не буду просить переводить деньги. Значит, есть простая форма, которая займет у вас полторы минуты, не подвезет вас ни под какую уголовную статью, при этом окажет влияние. Значит, заходите на сайт Думы. Скролите страничку до конца. Там будет написано электронное приемное и электронное обращение. Нажимайте на ссылочку, делайте тыц. Если вы вообще гражданский активист 80-го левела, то вы пишите обращение своему депутату. Вы знаете, кто ваш депутат, одномандатник, либо кому вы приписаны в Единой России. Если вы не 80-го левела, пишите кому угодно на имя председателя. Матом не ругайтесь там. Это запрещено. Просто пишите, что я такой-то возмущен вот этой вот законодательной инициативой и призываю ее отклонить. И отправляйте. Еще раз повторяю, займет у вас примерно полторы минуты. Причем активистов можно просить, чтобы они составили это обращение, а все остальные для минимизации издержек копировали. Или вы можете любой текст, который изливается из вашей души, если в нем не содержится обценный лексик и призыв к насилию против конституционного строя. Вы туда это пишите. Поверьте мне, это оказывает действие. Если бы каждый, пишущий возмущенный коммент, сделал бы при этом еще то же самое, мы бы поставили на уши всю Государственную Думу. А ей очень полезно быть поставленной на уши, это ее оздоравливает. Что тут можно сделать? Это пока еще проект. Он размещен на сайте Regulation.gov.ru, тоже сайт, который я вам всем советую полюбить. Там идет обсуждение. Кстати говоря, на этом сайте можно зарегистрироваться и оставлять тоже комментарии. И даже лайки и дизлайки. Вот у этого конкретного санпина имеется 38, когда я смотрела, 38 дизлайков и 1 лайк. Не тысяч? Нет, 38 штук. Маловато. И одна штука. Маловато, но соотношение хорошее. Соотношение отлично. Вот, поэтому можно туда прийти и тоже понаставить там дизлайков. А также хорошо бы, если бы какие-нибудь группы родителей там, не знаю, выступили бы. Здорово найти какого-нибудь там фактурного какого-нибудь отца из Дагестана. Религиозных людей, наверное, привлекает. Что РПЦ сказал. У нас пост вообще-то достаточно часто. Или, скажем, халяль. Что же вы будете моему ребенку сосиску скармливать? Что-то мощная группа, мне кажется. С ними побоятся связываться. Еще раз повторю, это все пока только проекты. Они прячутся на этом сайте регулейшн, куда никто не ходит, кроме специально обученных граждан. Но специально обученные граждане туда заходят и выискивают. Там вот эти вот зловредные инициативы. А мы с вами выносим их на свет божий. Тем самым, может быть, препятствуем их плитворной реализации. Потому что на этой стадии, как мне кажется, можно эффективнее всего побороться. Совершенно верно. Мы с вами это много раз говорили. Когда наш законотворческий крокодильчик еще только вылупился из своего яйца. Вы опять будете милать черепашек как крокодильчик? Нет, хорошо, крокодильчик. Мы можем назвать его дракончиком. Пока он маленький и нежный, мы, как Рикки Тикитави, убиваем его. Когда из него вырастет большая кобра, будет поздно. Продолжение следует...